СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК СОЮЗА у вас эксклюзивный репортаж, санаторий Нижняя Рянда и впервые пресса допущена для показа прекрасного санатория и корпуса Кремлевский номер 2. Здание проектировал легендарный советский архитектор Моисей Гинзбург еще до войны, но к стройке приступили после Великой Победы. По воспоминаниям Зодчева многое взаимствовал из дворцовой архитектуры Крыма. Только эти палаты должны были служить не царям, а труженикам. Чем заняться партийной номенклатуре на отдыхе? Можно сходить к морю, можно в хвойный лес, а можно погонять шары и обсудить последние политические события. Этот стол для русского бильярда уникальный, сделан в середине 50-х годов из массива секвой и глипта с трабовидной. Столовая сегодня называется рестораном. Если 30 лет назад блюда здесь заказывали по меню, сегодня работает линия шведского стола. Главная достопримечательность зала – огромная люстра. Она выполнена в стиле шинуазри, европейское прочтение китайского искусства. Это единственное, что осталось от сгоревшего императорского дворца. То есть после пожара спасли очень немного. Я попросила бы обратить внимание, что подсвечники переделаны на электрический вид, а когда-то здесь горели настоящие свечи. Галина Уланова, Майя Плесецкая, Людмила Зыкина были частыми гостями кремлевского корпуса. Сегодня в честь знаменитых постоялец возле каждого номера красуется табличка. А в этом номере частенько гостевала Галина Брежнева. Здесь все как и прежде. На стенах картины, на потолке хрусталь, письменный стол, за которым она сочиняла письма своему отцу. А за окнами все так же шумит старинный парк. Совсем иной уровень комфорта предполагался для руководителей страны и выдающихся ученых, работающих на военную мощь государства. А сейчас я покажу вам апартаменты, достойные только лауреата Нобелевской премии. Жерес Алферов, физик, был награжден самой престижной премией мира. Вдохновение для исследования черпал здесь, в крымской природе. Главная достопримечательность этих покоев – просторная терраса. Отсюда весь южный берег, как будто на ладони. Ласточкино гнездо, гора Медведь и скала Мачтовая с ее реликтовым лесом. В 2020 году корпус Кремлевский полностью реконструируют. За 70 лет многое износилось и требует обновления. Но руководство обещает, что сохранит удивительную атмосферу санатория-музея. Александр Ткачев, Алексей Семенов. Утро нового дня.